Здравствуйте! В эфире программа Вести, Хакасия, события недели. Сегодня в программе темы, которые касаются, наверное, большинства жителей республики. Коммунальная сфера, паводок, неуплата налогов, молодежная политика, банкротство сельхозпредприятий. Все эти темы сегодня в интервью с нашим гостем у нас в студии глава Хакасии Виктор Михайлович Зимин. Виктор Михайлович, на минувшем заседании в правительстве вы подняли тему недополучения в бюджет республики налогов от предприятий, которые работают на территории Хакасии. Речь идет о больших суммах и как такое вообще может быть? Ведь налог это не тот взнос, который захотел, заплатил, не захотел, не заплатил. Да, вы абсолютно правы. Изменили систему платежей по прибыли. Если бы она раньше платилась авансом за последующий период, допустим, за первый квартал, мы должны были получить в январе налог. И мы более легче всегда выходили из ситуации. Почему-то федеральная структура приняла решение, решили так дать отсрочку бизнесу, крупному главному бизнесу, право перенести на апрель оплату этих налогов. И якобы, чтобы платили по факту. Ну, они такой факт сделали, что у нас, если раньше был шанс отрепетировать со своим партнером отношения, он учитывал свои возможности по работе квартала и говорил, у меня там не получится, я могу вторым кварталом как-то добавить или понизить. То есть это всегда был процесс переговоров. То есть здесь случилось так, мы и так первый квартал тяжело живем, да. Представьте, самые крупные налогоплательщики не платят в пределах полутора-двух миллиардов рублей в бюджет республики. Это только за переговоры? Да. Ну, почему? Вот, наверное, видели, в начале года мы вынуждены брать кредиты были республикой и вытягивают эту ситуацию по заработным платам прежде всего. Я уж не говорю чисто о кредиторке, которая существует. Но здесь еще наши партнеры так воспользовались ситуацией. Прожили же первый квартал, ничего не случилось с вами, регионы там. А прожили за счет кредитных ресурсов республики. Мы потеряли в пределах 20-30 миллионов на только кредитной массе. Я делал намеком такой, прозрачный. Ребята, мы вернем этих 20-30 миллионов. Они дальше пошли. Решили, что можно воспользоваться этой ситуацией в таких компаниях, как СОЭК. Русский уголь. Но русский уголь в меньшей мере ведет себя более достойно на этом. Железнодорожники. Русал. Ну, с Русалом мы буквально вчера-позавчера отрегулировали вопрос. Там действительно они сослались на техническую составляющую. У нас очень хорошее отношение к республике, и мы, естественно, отрегулируем этот вопрос. Я думаю, в течение недели мы решим. Это где-то сумма 130 миллионов. Я говорил с Олегом Владимировичем, у него была просто положительная реакция. Мы не говорили долго. Он говорит, я услышал, я дам указания, мы отрегулируем процессы. Тем более, что наши заводы работают, мы знаем, что рентабельно. Компания СОЭК до сегодняшнего дня пока нет реакции. Но я надеюсь, что она будет. Реакция с нашей стороны будет жесткой. Сумма более 200 миллионов в минусе. Но мы не позволим этого сделать. Потому что у нас есть соглашения разного рода. Есть преференции этим предприятиям. Мы им даем господдержку, льготы по налогам, если партнер себя ведет достойно на этом рынке. Разговор состоится очень жесткий. Я в течение двух недель планирую со всеми встретиться. Они приглашены в республику. У меня, правда, будет тоже выезд в Москву, но по другим вопросам. Я считаю, что по этим проблемам нужно... По ней приезжали в республики, разговаривали. Понятный вопрос и по экологии. Вот цепочка. Деньги не платим, мы еще и экологией не занимаемся. И не просто, она с нарастанием пошла. Я провел мониторинг. Далее, вот сейчас вы увидите, вам, возможно, дадут запись, что происходит в этих разрезах. Ну, разговор будет серьезный. Я не хочу понять, что структура налогов, они же находятся в разных регионах. Присутствуют в Красноярске, в Иркутске, в Кемерово. Я больше чем уверен, что наши налоги размазались. Они не стали меньше добывать угли у нас. Мы не позволим вот именно размазать по другим территориям наши деньги. Мы отвечаем за свое население. Будьте любезны платить здесь. Вот кредиторская задложенность у республики образовалась. Вот это могли налоги повлиять на вот эту ситуацию? И сколько, за что мы должны, кому? Алексей, абсолютно верно. Это всегда такая структура. Заплатили налоги нам, мы рассчитываемся с кредиторкой, которая существует в течение месяца. Это нормальный процесс, договорные отношения. Это строительство. Это поставка медикаментов. Это поставка оборудования медицинского. Это питание для детских садов. Это весь тот комплекс мер, который дает нам право, говорит, мы живем. Это заработная плата. Это цепочка. Хотя наш внутренний бизнес, который мы стимулируем и даем деньги, он вырос по налогу. Бизнес республики, ну я считаю, средний и малый бизнес, он вырос. А сейчас цепная реакция начинается, как в домино. Знаете, где-то не заплатил, обязательно, крайняя, вот как в домино, обязательно цепочка упадет. Она дойдет до крайнего. И дойдет именно, виноватым будет наш маленький бизнес. Он в конечном итоге не получит за свою продукцию деньги. Вот эту остроту надо очень быстро снимать. И здесь, да, придется принимать уже репрессивные меры. Разговор уже партнерский вот такой не получится. Давайте срочим, давайте подождем. Нет, если мы терпим убытки, мы им предъявим эти убытки. Не заплатят так, заплатят по экологии. Гораздо больше. И в крайнем случае пойду даже до закрытия разрезов. Республика полномочная это сделает? Полномочная. У нас есть шанс воспользоваться этим правом. Когда человек пользуется ресурсом территории и не платит за это, а еще и приносит беды в форме экологических проблем, за это надо отвечать. Виктор Михайлович, вот у нас два других крупных, только уже другого профиля предприятия сельскохозяйственные. Это в Бородино и в Первомайке. Они там оба, по-моему, в стадии банкротства, поставщики молока. Вот не совсем понятно, как они оказались в такой ситуации. Сотни рабочих мест. Республика может повлиять на положение дел? Республика может и должна влиять. Хотя есть причины, по которым можно было бы сослаться, вы знаете, не наши полномочия. Полномочия везде наши, потому что там наши люди. По Первомайскому. Предприятие находится на контроле в Минсельхозе. Министр занимается в ежедневном режиме. Я думаю, мы же там выправим ситуацию. Возможно, будет решена перерегистрация другого предприятия. Люди не останутся без работы. Мы решим эту проблему. Это одно из хозяйств. Вы помните, Борец, Сон выровняли. Такая же работа ждет и Первомайская. Не очень эффективное управление. Руководитель не очень эффективен. Я думаю, в течение двух-трех месяцев Вагнер Иванович наведет порядок. Сложнее, конечно, с Бородину. Одно из легендарных, самых лучших наших предприятий было. А собственность государственная. Мы не можем ни финансировать это хозяйство. То есть полномочий нет, никаких действий не производить. Собственности нет ни земли, ни скота. Единственное, как знаете, всегда. У местной власти остаются люди. Люди с их проблемами. Итог был такой. Или, вернее, начало. Сначала не дали право на переназначение руководителя. Хотя руководитель был эффективен. Я сейчас не буду говорить. Я доложил это администрацию президента. По каким причинам не назначали. Естественно, сразу предприятию, банк, раз нет постоянного директора, если исполняющий обязанности не выдаются и не продляется кредит, установили эту цепочку. И цепная реакция. Не оплачивая старые кредиты, предприятие, понятно, не может взять новые. Не может сеять, не может пахать. Мы все меры предпринимаем, даем. Я неоднократно уже три письма написал на представителей в Москву. Передайте в республику. Ну зачем вам? Вы неэффективно управляете этим хозяйствами. Зачем вообще вам земля в республике? Что вы с ней делаете? Вы ее не обрабатываете. Вы все только ждете, когда мы ее возьмем в аренду, а вы за это получите деньги. Сейчас зайдет конкурс на управляющие, не начнется ли там распродажа всего? Мы не допустим, чтобы скот ушел из республики. Скот останется в этом хозяйстве же. Там же будут работать те люди. Возможно, найдем другую форму собственности. Заведем других собственников. Но это, вы знаете, процедура. Идет начало посевной. Мы входим в самую страду. Будем работать. Людей не бросим, Алексей. У нас нет выхода. Виктор Михайлович, недавно был сделан первый шаг к созданию Абакана-Черногорской агломерации. В смысле тот шаг, что уже реально что-то подписано. Подписано соглашение между правительством и четырьмя муниципальными образованиями. Вот если то, что дают словари, толкование этой агломерации, это буквально компактное скопление населенных пунктов местами с растающимися территориями, объединенных производственными, транспортными и культурными связями, что дает экономическую и социальную выгоду. Какую конкретно выгоду получим мы, создав эту агломерацию? Мы это кто? Мы это, видимо, население. Население. Хорошо. Ну, прежде всего, абсолютно верная характеристика или расшифровка, что такое агломерация. Это совокупность тех положительных моментов, которые складываются в одну корзину, и получается экономический и социальный эффект. Здесь и кадры, решение кадрового вопроса. То есть, понятно, что у нас черногорцы ездили в Абакан, и наоборот, и минусинцы приезжают, не надо забывать, чем много у нас, да, нам надо создавать им условия и инфраструктуру рождать. Объединение территорий по финансовым возможностям. Потому что разные роды полномочий. Не может муниципалитет Усть-Абакана платить за Абакан. И наоборот. Подписанное соглашение дает право участвовать в финансировании. Ну, допустим, как пример. Мы сейчас выделили для абаканцев, для жителей столицы, 400 мест по программе обеспечения земельными участками многодетных семей и разного рода льготников. В городе дефицит страшный. Ну, просто их нет. В городе выделять они будут по 20-10 участков. Это не решит никогда твою проблему. Нам надо тысячи участков, да? Вот на первом этапе, сегодня у меня был доклад на комиссии, мы готовы будем к концу года 100% закрыть всех льготников ХКС. Всех. Ну, допустим, как стыковать маршрут? Городские. У каждого свои полномочия, да? А вот это право даст регулировать и движение абсолютно всем регионам, не регионам, извиняюсь, дай бог, чтобы этого долгое время не случилось, была одна великая республика. Муниципальные образования могут объединять ресурсы и входить, и делать, допустим, какую-то логистическую схему. Покупать вместе автобусы, делать одну ценовую политику на этих маршрутах, ну, то есть один социальный блок. Тогда это агломерация. Понятно. Ну, Абакан получает выгоду в том смысле, что он получает территорию, а районы, они... А районы получают возможность строительства, развития строительства. Это налогооблагаемая база, это кадры, они же закрепятся в основном там. Они будут создавать там и бизнес где-то. Поймите верно, человек, который поедет жить чуть ближе к Устябакану, он, естественно, потом, возможно, при рождении его детей, они будут искать возможность где-то ближе там заниматься бизнесом. На этой сфере услуг же там родится мощная. Ну, 15 тысяч только населения будет жить в Новообразцово. Здесь до 18 тысяч в районе Зеленого. Люди же не все только намерены выезжать куда-то на работу. Там будет свой бизнес, там будет своя сфера услуг, там будут детские сады, там будут школы. Это все ляжет на благосостояние района, кажется. И налог на недвижимость. Это все... Это останется в районах, конечно. Виктор Михайлович, тема ЖКХ. Прошло больше месяца, как назначен новый руководитель жилой инспекции. Это решение было настолько резким и неожиданным вам по отставке прежнего главы жилой инспекции. Вот не сожалеете? И как можете оценить работу нового руководителя? Знаете, я не буду говорить плохо об этом командире, хотя решение мое было принято об отстранении его от должности. Наверное, глаза замылились. Очень надеялся, что каждый на своем месте должен выполнять свой долг. И у меня там, ну, иногда я видел прение в интернете, говорит, вот, тариф повышал один комитет, а уволили почему-то абсолютно другого человека. Знаете, как стрелочника искать. Я никогда не буду искать стрелочников и не искал. Наверное, можете убедиться, немногих я увольнял из команды. Больше занимался молчаливыми процессами воспитания у себя в комитете, не используя где-то телекамеры. Но это было решение осознанное, в той части, что вопрос был не в тарифе, не в той части, на отбавке. Выпустили просто, знаете, как монстра на рынок, бесконтрольностью своей. Это вот управляющие компании, которые получили право безнаказанно, самопроизвольно, а не поднимать услуги до 90%, до 120%. Там всего лишь было 13-14. Конкретная цифра, она не легла таким обременением на платежи населения. Вот из-за этого бесконтрольность перестали выезжать на места. Есть жалоба, отписка, формальная отписка. Мне дали анализ 20 заявлений. Я посмотрел на жалобы граждан. Абсолютная отписка чиновника. Вот такая, знаете, мертвая. Обратитесь туда-то. Вот здесь вы правы, вот здесь не правы. Куда бабушка с ним пойдет обращаться? Ну куда она пойдет? Они пошли в суды, да? Вот представьте, рядовой житель республики, не имеющий специального образования, подкованности, в терпении ходить по судам. И мы свое население, но идите защищайте сами свои права. Но теперь у населения есть гарантия, что он не будет вот так ходить по судам? Знаете, сейчас должна быть системная работа. Я понимаю, я не снимаю с себя вины. Почему раньше не увидел это? Почему раньше не доложили, что такая ситуация происходит? Это опять вина руководителя этого. Побоялся взять на себя ответственность и прийти и рассказать вовремя. Мы упустили ситуацию, Викторий Михайлович, надо что-то делать. Я бы так не отреагировал, наверное. А вот за эту молчанку, за то, что, знаете, как в норку спрятался, вдруг пролезет. Больше всего возмущает население то, что им предоставляют в расчетках оплату так называемые общедомовые нужды. То есть порой платят столько же, а то еще и больше за потребление воды. Вот вы, когда в Саиногорске встречались с населением и говорили о том, что необходимо проверить квартиры, так называемые нулевые, которые сдаются в аренду, где ноль человек прописано, где нет счетчиков учета и платят по факту. То есть ноль умножаем на потребление, получается ноль. Не платят ничего, все остальное раскидывают. На добросовестных. На добросовестных. Почему возмущаетесь? Хочу предупредить всех тех, кто занимается нелегально этим бизнесом, пусть завтра не обижается, что их земляк, руководитель региона, был вынужден завести на них уголовное дело. Даем 2-3 недели. Если кто не приведет соответствия, будет очень серьезное решение. Хватит действительно за счет бабушек и наших налогоплательщиков остальных жить в достатке. Пользоваться. Ладно бы в достатке, я бы радовался, чтобы все становились богаче. Но когда он за счет, как паразит, живет за счет другого, и не обращая внимания, вот я видел просто истерику жителей, они не реагируют на них. Просто никто не открывает двери. Те, кто их арендует, не разговаривает. Естественно, налогов не платит, а это бизнес, да? И плюс еще обдирает соседей своих. Викторий Михайлович, молодежная программа, вот когда она начнет действовать, на что могут рассчитывать молодые семейные люди или, может быть, даже несемейные? Да, даже будут и несемейные. Мы определяем категории граждан, каждое муниципальное образование определит для себя категорию специалистов, которые нужны в этом регионе. И они будут пользоваться приоритетом. Им не обязательно надо будет жениться и замуж выходить, чтобы получить бесплатно землю. Ну, допустим, мы знаем, что Абакан острова нуждается в медиках. Около 30% закомпликтован только врачами. Есть проблемы в других отраслях. Перепишутся их специалистов. Эти специалисты будут иметь право получать землю, невзирая на то, что они не имеют детей и не вышли замуж. С 18 лет. Просто нужно иметь специальность. Понятно, что 18 сложно иметь эту специальность. Это 19-20-21 год. Это не значит, что только высшее образование. Не правда. Это может быть и чисто профессиональное образование, средне-техническое образование. Если эта профессия нужна на территории, то в то же время что даст и когда будет работать. Но задача стоит такая. Я вчера встречался с нашим молодежным центром. У нас же молодежь этот закон пишет. Да. Решили так, что там есть экспертный совет. 30 человек. Сейчас они начинают объезжать территории. Все муниципальные образования. Везде с такой же молодежью активной будут еще раз обсуждать тот проект закона, который... Он готов уже. Он готов. Мы готовы будем его буквально в мае отдать на Верховный Совет на рассмотрение. Маем принимаем. В июне он вступает в силу. В июле будем готовы начинать работать по этой программе. Ну, надеюсь, что мы в этом году уже в пределах двух тысяч участков раздадим. Это касается всей республики? Или административного центра? Нет, я говорю про всю республику. Хотя в районах легшая ситуация, но надо понимать, что за выделением участков стоит 7 миллиардов рублей, которые нужно найти и отдать на инфраструктуру. Нужна электроэнергия, нужно провести межевание, градостроительные планы. Все как положено. И все думают, вот я и сказал в феврале, но что не выдает землю? Землю можно выдавать тогда, когда, понимаете, есть закон. Когда она готова к строительству. И так мы будем делать, что по каким-то вопросам будем догонять эти участки инфраструктурой в течение двух лет. И одно обременение есть, Алексей. Это очень важно. Я бы хотел, чтобы оно прозвучало. В течение трех лет земля будет в аренде, а не в собственности. Но если он в течение трех лет начал строительство, то она переходит в собственность. Если не начал строительство, она не перейдет в собственность. На счастье строительство тоже капитал нужен. Но мы даем три года. Три года стартовый капитал. Мы же тоже сейчас прорабатываем программу, и сейчас конкурс будет на социальное жилье такое под молодежь, чтобы до миллиона был домик. Компания строительная какая-то выиграет это. Мы им дадим, вернее, право участвовать в этой программе, если она создаст такой проект и комплектацию такого дома в пределах до миллиона, чтобы под молодежь была застройка. Понятно, что не миллион четыреста, а хотя бы миллион. Это уже большая разница. В пределах ста квадратных метров. В то же время земля является залогом. Мы определились по банкам, по этой программе. Республика будет участвовать как гарант. Вы можете получить кредит на 500 на 600 тысяч. Понятно, что мы будем участвовать в субсидировании процентной ставки ипотечной. То есть мы предлагаем целый ряд мер, которые бы способствовали строительству. Но, поймите, коммунизм полностью невозможен. Мы очень надеемся, я открыто заявил, у нас под 20 миллиардов уже денег на счетах у населения. Я очень надеюсь, что родители, бабушки, дедушки помогут построить молодому человеку дом. Это реальный шанс, когда квартиру покупают. Мы же трезво понимаем, что, как правило, все помогают. Деньги останутся в республике, просто они превратятся в дома. И деньги останутся в республике, и мы их заберем активно в экономику. В активную экономику включим. Виктор Михайлович, малые села, программа их сохранения и развития. Я не знаю, есть ли противники такой инициативы. Но, по крайней мере, определенные вопросы иногда звучат. Типа того, что зачем вкладывать такие средства в малые села, где иногда живут 40, 60, а то и 5, и 10 человек. Можно, знаете, привести пример. Вот плохой дом в городе, зачем из него хорошее дело? Ну, живут они вот в бараке, и пусть живут всю жизнь, правда? Как-то охота улучшать свои жилищные условия. Как-то больно даже слушать такое, правда? Ну, как-то больно. И мы всеми, всей властью, всеми уровнями власти меняем эту жизнь, сносим ветхое жилье, строим новую квартиру, и никто не возмущается. Считают, почему-то норма. В городе нельзя так жить недостойно. А в деревне можно? Ну, там кажется просто, что судьба деревни предрешена. Там, ну, 10 человек живет. Так и судьба такого города может предрешена быть. И районного центра, который в захолустье стоит. И моногорода у нас есть, которые мы спасаем, да? И перепрофилируем. Там, где живет человек, там должна создаваться еще экономическая база. А на селе сам Господь Бог велел. С самого начала жизнь начиналась с села. И вся экономическая база развития любой страны, любого региона начинается с села, а не с города. В городе всего лишь участвуют в процессе переработки и сфере услуг. Благо, начинаются все с села. С зерна, с килограмма мяса, со всех тех вещей, которые производятся. Молоко, сыры, и пошло, и поехало. Да, но уже сыры рождаются больше в городе. Мы видим пельмени завернутые в городе, их тут тоже лепят. А жизнь там начинается. И если мы потеряем с картой эти села, так и страна будет сужаться. И обязательно придем к тому, что кто-то обязательно на этой территории станет проживать и требовать ее. Смотрите, там, как правило, крупных, ну не то что крупных, а вообще какого-либо производства нет работы. Вот сейчас туда проведут дороги, наладят быт. Да, хорошо. Не могу просто отделаться от мысли, что людям надо работу дать. Или вот эти деньги, которые планируются платить за то, что они держат скот, это и будет, что это их хозяйство, это их рабочее место. Да. Абсолютно право. Можно было юлить, еще что-то говорить. На инфраструктуру в деревне не так много денег-то потратим. Ну, посчитайте, мы так посчитали, 50 миллионов. Ну, еще 50 потратим. 100 миллионов рублей на всю республику. Вопрос в другом. Они должны активно включиться в экономические процессы республики. Нам нет разницы. Когда мы получаем килограмм с вами мяса, вы же его не отслеживаете? Пришло оно с малого поселения или с большого хозяйства? Вот как вам городскому жителю. Лишь бы он появился на рынке. Лишь бы он попал в переработку. На этом вырастут все остальные процессы. Сфера услуг заработает, рестораны, кафе, переработчики, мясные лавки. И везде рабочие места. Здесь мы приняли шаг по 500 рублей платить за корову в месяц. Как, кстати, отреагировали? Ну, я вчера вот видел реакцию. Но есть более сильные, которым уже не очень бы даже это и надо было. А деревенские, они же, знаете, стесняются этой помощи. А за 500 рублей, ну, 6 тысяч в год. Вот реально вчера женщина, ну, в возрасте, она говорит, конечно, это большая прибавка. Она, знаете, как это оценила? Это прибавка к пенсии. Она не думает о том, что она вкалывает, она сено готовит. Она каждый день за коровой надо убраться, напоить ее зимой, воды принести. Утром рано встать, все процессы с коровой сделать. Убраться, выгнать, потом днем пасти, летом пастухов нанимать. Они не считают это работой. Это нормально для них. Потом придут перекупщики, все это заберут, ты продашь. Ну, второй процесс абсолютно прав, Алексей. Сейчас уже рождается опять потребкооперация, это задача Минсельхозу, кураторам, министрам до, я думаю, в процессе года, это главный сейчас встанет вопрос уже, в процессе года отрепетировать вот эту программу до конца. Изъять продукцию у них, чтобы они, ну, не за бесценок, и в то же время качественно она попала к нам с вами на рынке. Протежи пойдут в июле. А расчет есть на то, что увеличится поголовье? Вот это самое главное. Это стимуляция, не бесплатные деньги. Мы простимулируем рост производства мяса в республике. Значит, у нас больше откроется перерабатывающих цехов. Значит, мы выйдем на экспорт по мясу в другие регионы, привлекем сюда деньги. Мы потратили 500 рублей на корову, да, все равно получим прибавочную стоимость до 7 тысяч. Если она выйдет переработанная за пределы республики, это продукция. Мы большая, это, я не могу там говорить, что мы обманываем население. 500 рублей, которые мы с вами отдаем, и получить до 6 тысяч в конечном этапе, это, я считаю, неплохая экономика. Но будем жить богаче, чуть усилим помощь им. Мы будем пытаться им компенсировать и корма. Не каждый пенсионер может заготавливать. А вот стимулируя крупное хозяйство и давая им госзаказ на корма под эти малые села, вот представляете, какая великая экономика получается. Заглянуть глубже, время не позволяет здесь, весь расклад дать. Это очень выгодно для экономики. Плюс решаем социальные вопросы, и свое население начинаем понимать, что оно должно пользоваться такими же правами. Я уж не говорю о Конституции России, но хотя бы теми социальными благами, которые во много раз отличаются от городских. Хакасия вошла в список российских регионов, где появятся перинатальные центры. Уже это решено, да? Да, Алексей, решено. Я планирую в течение недели следующей встретиться с министром здравоохранения России, но уже не для того, чтобы обсуждать вопрос, будет или не будет перинатальный центр, обсуждать сроки финансирования этого объекта. Владимир Владимирович, президент нам подписал. Конечно, я с гордостью, и вся республика восприняла эту информацию, что нам не положено было по количеству людей иметь такой мощный медицинский центр. Представьте, более трех миллиардов стоимостью на 140 мест. Ну, понятно, что он очень нужен нам. Мы доказали, что мы хорошо рождаем, рожаем. Хорошо в этой части, наверное, наши показатели хорошие. Президент принял такое решение, подписал нам персонально региону. И мы вошли в список. Вот сейчас слышали, что утвердили 34 региона, которым дополнительно дают тоже центры. Мы попали в этот список. Я сейчас выеду, всего лишь нужно будет переговорить о сроках финансирования. У нас проект готов. Мы все эти годы очень надеялись на это. И шли по этому пути. Земля есть, проект готов. А где появится? В Абакане. В Абакане. И я надеюсь, что мы летом с вами забьем первый колыш. Буквально в эти дни ожидается вскрытие рек. И вот такая затяжная весна, честно говоря, тревожит. Не исключено, что тепло резко настанет. По теории вероятности может даже такое быть. Насколько республика готова к отпору возможностей Хильчаэс? Алексей, наоборот скажу. Я очень бы хотел, чтобы население... Я не буду в этом году успокаивать население. Ситуация очень сложная и напряженная. Критические запасы снега. Надо всем быть на чеку. Надо готовиться. Готовиться должна, прежде всего, власть. Вся. От исполнителей на местах до республиканских властей. Мы это делали. В течение четырех лет мы больше трехсот миллионов вложили в безопасность населения только в структуру дамб, гидросооружений разного рода. И в этом году выбрали самое узкое место или места в шести точках, отсыпаем сейчас дамбы, дополнительные делаем, обводы, делаем взрывы, наверное, видели, да? Провели самое мощное учение по России. Даже в России? Да. Привлекли все силы. Для чего нужно было учение? Понять, какой ресурс у нас есть. Со сколько мы можем привлечь его на ту или иную данную территорию. С мобильными связями, с техникой. Нужно готовиться и успокаиваться не надо. Что я сейчас скажу, вы знаете, мы ровно пройдем. Я очень хочу, чтобы мы ровно прошли. Но ситуация очень серьезная. Потому что ситуация и с температурными режимами, и снегозапасы, она может просто выстрелить. Но не в той системе, когда все плавно сходит. Будем работать, будем жить в напряжении. Особенно те структуры, которые за это отвечают, я буду держать на контроль. Виктор Михайлович, последнее, наверное, в прошлом году на одну такую ЧАЭС стихийного характера оперативно отреагировали. Благодаря вам, я имею в виду села Сон, по-моему, Гальджа. Отремонтировали здания, которые были повреждены, причем, по-моему, в полном объеме. Крыши заменили, все сделали. Со строителями, по-моему, удалось договориться даже с оттяжкой платежей. Вот сейчас перспектива этих, по-моему, вот этих платежей. Еще раз низкий поклон нашим моим коллегам, я сам бывший строитель, молодцы все, просто молодцы. Вот на патриотизме прошли, слово сдержу, в течение недели деньги пришли. Они были просто 30 декабря пришли с Москвы, мы 50% своих отдали. А 50% с Москвы пришли 30 декабря, их технически нельзя было раскассировать. Обязаны их были вернуть. И вот сейчас вернулись, деньги уже пошли на платежи. Я думаю, в течение недели всем будут деньги, нет, там небольшая сумма, по-моему, 15 миллионов, я не помню, может точно. Виктор Михайлович, спасибо за информацию с первых рук. И вот на ваше участие в нашей программе мы рассчитываем и впредь. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Сегодня нашим гостем был глава Хакасии Виктор Михайлович Зимин. Это была программа Вести, Хакасия, события недели. Всего доброго и до встречи. Продолжение следует...